Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва. И сегодня со своим особым мнением в студиях Москвы Николай Сванидзе, Николай Карлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, начнём с завтрашних событий на самом деле. Но обсуждать их будем сегодня. Вот завтра, по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, планируется в Санкт-Петербурге военный парад. И многие, ну, скажем, некоторые люди несколько обескуражены этим. То есть, это не мероприятие, когда вспоминают погибших, да, или вспоминают события, а именно военный парад, демонстрация военной техники специальной, да, и так далее. Вот у вас ничего, так глаз не дёргается от этого? Ну, лично у меня-то дёргается. Это не значит, что он правильно дёргается, конечно. У людей может быть разное мнение на отчёт. Я думаю, что здесь важнее всего мнение питерцев, особенно тех, кто в том или ином возрасте пережил блокаду. Вот. Но вообще это уже привычно в последнее время, к сожалению. У нас всё, что связано с войной, у нас превращается в парад победы. Военный парад. Современный военный парад. Современные военные техники. Это такое, в общем, бряцание оружием, которое к войне, в которой мы потеряли такое катастрофическое количество людей, имеет очень косвенное отношение. Потому что война, она не умещается во взятие Берлина, во взятие Рейхстага, в парад победы. Она длилась, как известно, очень долго. Началась 22 июня 1941 года. И всё её сводить к победе нельзя. Если говорить о Ленинградской блокаде, то это страшнейшая, совершенно трагическая страница. Одна из самых трагических страниц в истории человечества, на самом деле. не только нашей страны, и тем более не только Второй мировой Великой Отечественной войны. И ужасная. И тут рыло в пуху не только у непосредственных преступников и, так сказать, врагов рода человеческого, то есть у руководства Гитлеровской Германии, но и у советского руководства, которое допустило до этого. Это страшная совершенно трагедия. И, конечно, то, что они вспоминают только через парад, это, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Потому что, я говорю, бряться не оружием, оно очень плохо сочетается с войной. Это, знаете, в чём дело? Это просто уже ушло поколение фронтовиков. Поколение фронтовиков и мужчин и женщин, которые пережили эту войну, кто на фронте, кто в тылу, и они бы, конечно, не позволили так вспоминать о войне. Потому что говорил же Остафьев Виктор Петрович, что этой войной пугать нужно. Не гордиться победой, а пугать войной. Потому что это было очень страшно. Вот. Сейчас этого поколения уже нет. А есть и другие поколения, которые заинтересованы в том, чтобы перед зеркалом поиграть мускулатурой. Вот. Показать эту мускулатуру всем желающим на неё посмотреть. Но, конечно, к войне, к блокаде в данном случае это не имеет отношения. Но всё-таки не полностью ушло это поколение. Я, честно говоря, прямо сегодня... Ну, практически, практически, практически. 97-летнего визитана. Ну, дай бог здоровья этим людям. Ещё остались. Дай бог здоровья этим людям. Но как поколение оно ушло, конечно. Безусловно. Безусловно. Ну, хорошо. Если не парадом, то как было бы правильно... Точнее, как бы вам ближе было бы вспоминать блокаду и отмечать 75-летие годовщины освобождения от блокады? Ну, вот просто какие-то... Ну, блокаду надо вспоминать. Нужно вспоминать её как блокаду. При чём здесь парад? При чём здесь парад? Там до полутора миллионов людей умерло, ленинградцев, в блокаду. Из них около трёх процентов всего от бомбёжки. Остальные от голода. Ну, надо вспоминать, что это было. Это страшно. Никому не хочется вспоминать неприятное. Никому не хочется думать о неприятном. Всем хочется красивых сказок. Всем хочется хэппи-энда, чтобы все поженились. Ну, мы в конце концов победили, конечно, но цена-то. И поэтому, если говорить о блокаде, ну, при чём здесь военный парад? Господи ты, боже мой. Но, тем не менее, я, конечно, думаю, что... Уверен, что моё мнение не единственное. Возможно, и разумеется. Но им нравится смотреть, как танк играхочет. По любому поводу. Тут, знаете, есть ещё одна инициатива. Есть такой депутат Госдумы. Его зовут Ильдар Бикбаев. И он предложил всем россиянам в день полного снятия блокады Ленинграда питаться только хлебом и водой. Хотелось бы спросить, как вы относитесь к такого рода инициативам? Ну, немножко в сумасшедшем дом попахивает, честно говоря. Ну... Попахивает, попахивает. А что, интересно, он рекомендует в день Холокоста сделать? Я бы не стала всё остальное перечислять. Там есть вообще много чего перечислить. Ну, как-то... Ну, то есть, вот такого рода... Это превращается в какой-то цирк с конями. Потому что этот господин что, всерьёз думает, что если один денёк посидеть на диете и поесть хлебушек, и запивать с водичкой и водичкой, то это даст представление о блокаде Ленинградской, которая продолжалась там 900 дней. Может быть, это как-то символическое... Как-то, не знаю... Я не знаю, как объяснить просто, честно говоря. По-моему, люди выпендриваются просто. Просто выпендриваются. Вот я мог бы употребить более жёсткое слово, но в эфире не могу. Ну, нельзя в эфире, Николай Карлович. Да, нельзя, нельзя. Ладно, тогда начнём уже с тех событий, которые сейчас происходят. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы на номер 7-9-8-5-970-45-45, присылать смс-сообщение, есть ещё возможность отправлять через сайт, через приложение. Не обещаю, что чат в трансляции Ютубе, который тоже идёт, буду смотреть. Но буду тогда просто возвращаться к разным темам, которые мы обсуждаем. Сегодня все обсуждают новую историю, которая развивается, которую там же «Единая Россия» не хочет поддерживать, или кто-то другой не хочет поддерживать. В общем, речь идёт о том, чтобы регистрировать мобильные телефоны и платить за это. Платная регистрация всех устройств. Покупаешь телефон, и платный вырегистрируешь, и это всё привязывается к тебе. Мы вот с вами неделю назад говорили про то, что интернет пытаются всячески как-то укоротить, чтобы никто ничего не знал. Но вот теперь ещё и до мобильных телефонов добрались. Ну, это всё из серии «Если вы такие умные, почему с троим не ходите?» Это всё из этой серии. То есть, хотят, в принципе, есть желание, исходя из своих представлений о прекрасном, превратить страну в казарму. Чтобы все в рядок были построены, чтобы смотрели в одну сторону, ходили в ногу, запевали одну песню. А что, красиво? Красиво, конечно. Чтобы всё было, чтобы поворачивались вместе, как римские легионы, вперёд расцвета Римской империи. Чтобы всё так было аккуратно, упорядочено, всё зарегистрировано, всё пронумеровано. На каждой части тела, чтобы был отдельный номерок. Чтобы вот так вот, чтобы кого из ряда выйдет, Сидоров, «Я!» И всё так, и никто тогда не посмеет и ухом шевельнуть, и голову поднять уже. Ясно, что это ты. Так а зато полная безопасность, прозрачности и стерильность. Полная безопасность перед кем? У нас, понимаете, какая история? У нас опаснее, вот история наша свидетельствует о том, что у нас опаснее родного государства, никого нет для граждан. У нас никто так не свирепствовал. Никакие бандиты в нашей истории, особенно в некоторых периодах, так не свирепствовали. И такой урон не наносили обществу, как родное государство. Поэтому у нас следует бояться именно вот таких вот государственных, избыточных потуг всё упорядочить. Они плохо заканчиваются. Они совершенно не имеют никакого отношения к заявленным целям. Потому что здесь, как я понимаю, заявлена цель, чтобы нельзя было воровать мобильники. Ну, в том числе. И чтобы каждый телефон, каждый номер был привязан к каждой устройству. Совершенно верно. Все про всех всё знают. На самом деле же понятно, что это лукавство. Понятно, что цель не избежать воровства мобильников, а цель всех на свете зарегистрировать. С их проклятыми, враждебными, с РУшными гаджетами. Слово-то какое, Господи. Ужасное слово «гаджет». Слово режет просто даже упор. Да, да. Корень у него какой-то странный. Корень и всё на свете. Да, да, да. Вот сейчас «Единая Россия» сказала, что не поддержит такой законопроект. Точнее как, они не против саморегистрации, как я понимаю, а вот против взимания платы. Ну, то есть, всё-таки как-то... Вот, кстати, между прочим, это правильно вы упомянули. Не последняя цель, конечно, это деньги. Потому что, хотя с каждого гаджета... Я прошу прощения за употребление этого слова. Значит, будет взиматься всего по 100 рублей. Но ведь, понимаете, это 100 рублей... Всего. Ничего себе всего. Конечно. Попробуй вот с радиостанции по 100 рублей с мобильникой. Уже ничего так нормально. С каждого по 100 рублей. Это, как известно, из того анекдота малоприличного. Уже мало-то не будет. Вот. Поэтому вот так вот. Это тоже играет свою роль, несомненно. Поскольку сейчас есть такая цель ободрать с граждан, сколько больше, вроде обдирать некого. Поэтому обдирать надо граждан. Снова. И ободрать с граждан можно как липку все, что можно. Вот теперь по 100 рублей тоже мало, но вкусно. Сейчас на секундочку прервемся в особое мнение. Радиоэхо Москвы и компания RTBI представляют программу Особое мнение. Продолжается программа Особое мнение. Особое мнение Николай Сванидзе. А вот наши слушатели спрашивают. Ну, на самом деле всерьез же спрашивают. Когда говоришь что-то в очередной раз. Вот заплатите за телефон, заплатите за это. Спрашивают, а что? Правда, не хватает опять денег для наполнения бюджета? Правда, есть какое-то опасение, что у нас снова опять не хватает денег в государстве? Ну, это вопрос к экономистам. Но, насколько я понимаю, читая экономистов, а не будучи самым, таковым, у нас сейчас как раз с наличностью, с кэшем, у нас все в полном мажуре. Да, у нас что-то много, много свободных денег у нас там. не клюют, такой профицит, что просто глаз радуется. Но, поскольку считается сейчас у нас, как я понимаю, что вообще экономика это наличные деньги. Экономика это бабки. Если есть бабки, хорошая экономика. Нет бабок, плохая экономика. Логично. Ну, конечно, господи ты, боже мой. Значит, мы же по личному опыту тоже это знаем. Значит, поэтому, соответственно, чем больше государство копит денег, тем экономика у него круче. И что эти козлы все говорят нам, что у нас какие-то проблемы с экономикой. Когда у нас денег много. И должно быть еще больше. И еще. И еще. Поэтому плюс это имеет свой вполне практический смысл. Социально-политический. Потому что чем заливать в случае чего народное раздражение? Макроэкономическими мерами? Деньгами. Деньгами надо заливать. Там кто-нибудь будет выступать, что малые пенсии платят? Какая-нибудь там семья будет плакать, что малоимущая, неполная, что им заплатили единовременно 47 рублей 50 копеек. Вот. Значит, нужно добавить еще рубля 4 с полтиной. Ну, чтобы для ровного счета. Да. Значит, для этого же нужны запасы. За щекой-то нужно что-то держать. Хомяк, ведь он не случайно. Вот мы как хомяк, хомячин такой, копим, копим. Поэтому лишние 100 рублей с каждого не помешают. Знаете, это все вот эти новости на фоне истории с детьми в Кемеровской области, про которых заявляют, что это были голодные обмороки, что дети в детском учреждении падали в эти обмороки, что там они не могут питаться, просто у родителей нет денег. Дальше очень долго пытались выяснить, правда это неправда. Там детский омбудсмен сказал, что это правда, к нему сегодня пришли следователи. Кому же еще как к детскому омбудсмену, конечно. Кто подтвердил, к тому и пришли собственно. К детям не пришли, когда они поднялись после голодного обморка, вот к ним сразу и прислать кого надо. Есть подозрение, что еще и придут, не только к детям, но и к родителям. У нас же, как известно, государство не просило никого рожать, поэтому за детей отвечают родители. Но если серьезно... А мы разве шутим с вами? Ну, довольно горько шутим, мне кажется. совсем горько, я бы сказал. Да, пожалуй, да. Ну, вот про детей и про Кемеровскую область и про омбудсмена. Вообще, вот из таких историй, диких историй, когда дети падают в обмороке, когда 47,5 рублей добавляют. Вот, что, какой вывод могут сделать люди, которые потом в новостях видят? 100 рублей с гаджетов, этот купил себе виллу и так далее. К чему это может привести? К социальному взрыву. Вы же этого, вы же ответы от меня ждете. Нет. Правильный ответ. К социальному взрыву не сразу, там через какую-то паузу, нам неизвестно, но если это будет продолжаться, то мы будем иметь у себя Венесуэлу. Конечно. там же то же самое. Там просто идиотизма было больше, там невежества больше, потому что он совсем, так сказать, как бы это вежливо, чтобы не помешать, не помешать нашей внешней политике. Не вполне, так сказать, далекий человек в голове государства стоял. Вот. И режим не вполне далекий, таким образом. И довел страну просто до полной ручки. Ну вот, получили. Это же, такие вещи случаются, как мы знаем, по собственному опыту, не только в Южной и Латинской Америке. Потому что, когда дети падают в голодной обороке, у меня есть ощущение, что это и есть та самая ручка. Или это потому, что это Кемеровская область? Где-то там далеко, ну, так. Ну, вообще, случай вопиющий абсолютно, просто страшный, на самом деле. И это, это уголовщина полная. А вот кого наказывать, Николай Карманович? Не знаю. Родителей, у которых нет денег? Детское учреждение, которое... Ну, родители, на самом деле, тоже хороши. Потому что, сколько бы, как бы они не были бедны, а уж все-таки детей-то от голодного оборока избавить-то можно. Вообще-то говоря. Вот. Но хороши все. Главное, конечно, местные социальные структуры. Разумеется. Ну, и, конечно, качество питания. Школьной столовой там продемонстрировали уже на видео, где размазывают по тарелкам неизвестную субстанцию похожую. Честно говоря, непонятно, на что похожа эта субстанция. Вот. Ну, то есть, официально это называется макароны. Вот. А что там в реальности, мы не знаем. Вот непонятно, кого наказывали в данном случае. Хотелось бы, конечно, все-таки чиновников, как мне кажется, было бы правильно. Самое интересное и позорное во всей этой истории, на самом деле, то, что это вписывается, к сожалению, в такую, в модный, наш нынешний такой идеологопропагандистский тренд. Когда люди, у которых просто капает жир отовсюду, откуда он только может капать, и там, испощренные золотыми украшениями, машинами, вилнами и всем на свете, на полном серьезе, возводя «Очья горе», призывают народу населения вести скромный образ жизни. Говорят, что, вы знаете, вот духовность, она не в богатстве. Духовность, она в бедности. Духовность в аскетизме. И вообще, очень полезно сойдется на диету. Не нужно много есть, не нужно много пить, не нужно хорошо одеваться, не нужно хорошо лечиться, не нужно хорошо отдыхать. Вот это всего не нужно. Нужно быть духовными. Вот эта проповедь, такая модная в последнее время, она очень хорошо монтируется с голодными обмороками детей, к сожалению. И вот на фоне всего этого, я все время буду, знаете, одно с другим сцеплять, не могу удержаться от этого всего. На фоне всего этого весьма себе в Думе обсуждают, принимают, в первом, что ли, чтении законопроект, который запрещает распространение информации, значит, высказывания о власти, оскорбления власти. Тоже смешной законопроект. Такой, он свидетельствует в таких глубоких комплексах неполноценности. Но какая власть, если она себя уважает, будет настаивать на том, что ее нельзя трогать? Но ведь захотят тронуть, все равно тронут, ведь не послушают, не будут смотреть в закон. Если что, не дай Бог, не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Но если не дай Бог, что начнется, ведь не будут, бьют-то не по паспорту, а по рожи, как известно. И не будут смотреть в Уголовный кодекс Российской Федерации. И в кодекс административных нарушений тоже. Поэтому это все бессмысленно. Это вот уважайте меня, говорит начальство. Ну а как тебя уважать, если ты само себя не уважаешь? Если ты не заслуживаешь уважения? Если ты будешь заслуживать уважения, тебя будут уважать независимо от того, будешь ты к этому призывать или нет. Очень странные предложения, очень такие какие-то архаичные и бессмысленные, и постыдные, на мой взгляд. Я уже не говорю об их правовом наполнении, отсутствующем совершенно, потому что где кончается критика и начинается оскорбление. Это из серии оскорблений религиозных чувств. Абсолютно то же самое. Кого что оскорбляет? Кого-то оскорбляет короткая юбка, кого-то там длина волос, кого-то форма носа. Оскорбляет, вот и все. И сразу находятся люди за плату или идейные, которые действительно что-то оскорбляют и здесь найдутся. Которые сразу начнут писать писать доносы, что кто-то что-то высказал в адрес руководства, не то. А дальше, если это... Какая знакомая история. А дальше, если нет определенной формулировки, что такое оскорбление? Оно с чего начинается? С обсценной лексики или какие-то определенные слова просто вот даны, которые означают оскорбление. Вот их нельзя произносить, а другие можно. Или нет? Или это будет кто решать? Суд? Самый справедливый в мире. Да. И тут еще задают вопрос, что ладно, хорошо, оставим власть, оскорбление власти, но там же еще, например, речь идет об явном неуважении, неприличной форме к флагу, гербу, гимну и конституции. Вот это правильно делать или нет? Заставлять граждан уважать? это надо воспитывать. На самом деле, это надо воспитывать, но это нужно воспитывать не грубо. Потому что уважение к флагу, к гербу и конституции, оно должно быть, естественно, это государственные символы. Но оно связано с уважением государства. Будет уважение к государству, будет уважение к его символике. Не будет уважения к государству, не будет уважения к символике. Хоть тут тресни, хоть ты расстреливай, все равно не будет. Публично все будут вставать там и делать вид, что они не ковыряют в носу в этот момент. А на самом деле уважения не будет. Потому что уважение, как любая эмоция, как любое чувство, его палкой невозможно добиться. Кроме страха Палкой можно только страха добиться Больше ничего Хорошо, а вот В последние Сколько-то времени, неважно, возьмите любой период Были какие-то моменты Когда вы лично Вы испытывали уважение к нынешней власти Уважение к государству К чиновникам, к депутатам может быть Во-первых, я бы отделял государство От власти Вот так? Конечно Государство это государство Гражданами которого мы с вами Имеем честь являться Оно насчитывает тысячелетнюю историю И у него есть очень славные Трагические Позорные, гордые Самые разнообразные Страницы, которые заставляют Конечно гордиться тем, что ты гражданин Этого государства, несомненно Разумеется, а власти меняются Почему я вообще должен Гордиться властью? С какой стати? Почему? Я не должен Уж тем более Отдельными представителями Этой власти Чиновниками Депутатами Которые сейчас мало Отличаются от чиновников Почему я должен Ими гордиться? Кто они такие? Власть раз и меняется? Власть меняется На исторической дистанции Конечно меняется На длинной дистанции Разумеется, да Если она долго не меняется То это вовсе не повод ее уважать Как мы с вами понимаем Это повод опасаться За собственное будущее За будущее своих детей Если власть долго не меняется Это плохо всегда Вам не кажется, что это было бы правильно Если бы мы гордились депутатами Почему мы должны Гордиться депутатами? Не должны А было бы правильно Я не знаю Гордиться президентом Да ни в одной стране мира Нормально не гордятся депутатами А, то есть всех Ну с какой стати? Если его переизбирают На следующий срок Если он хорошо работает Слава Богу Но гордиться им Он кто? Пушкин что ли? Или Шостакович? Почему им надо гордиться? Проявлять уважение Ну уважение К своему соседу Из соседнего подъезда Тоже должны проявлять уважение Почему мы должны Больше уважения Проявлять к людям Которые занимают Какие-то кабинеты И сидят в каких-то креслах Люди вообще Друг друга должны уважать Вне зависимости от того Абсолютно вне зависимости Отдельно уважать Пожилых людей Несомненно Отдельно уважать Женщин Несомненно Есть какие-то правила Так сказать Цивилизации Тысячелетние Но вообще Все люди должны Уважать друг друга С уважением Как-то не очень Не очень Не очень Да Мы сейчас Прервемся Буквально несколько минут Потом продолжим Программу Особое мнение С Николаем Сванидзе И да Очень много вопросов Про Венесуэлу Безусловно И про Венесуэлу Тоже обязательно Спрошу Радио Эхо Москвы И компания РТВА Представляют Программу Особое мнение Продолжается программа Особое мнение Николай Сванидзе Ирина Воробьева Я обещала Про Венесуэлу Спросить Да Сегодня стало известно Что Россия Выразила готовность Стать посредником Между властями Оппозиции Венесуэля Судьбоносное решение Абсолютно Но до этого мы В смысле Россия Безусловно Ее официальные лица Высказывались В поддержку Мадура Говорили Что это попытка Госпереворота И так далее Ну как вы думаете А что это мы вдруг Стали посредником Надо было стоять до конца Мы не стали Мы предложили Предложили безусловно Мы не станем Я вас уверяю Что не станем Не станем Почему Потому что мы никому Не нужны в качестве посредника Как это Именно потому что Мы перед этим Мы абсолютно сказали Что мы поддерживаем Мадур Если мы этого не говорили Мы бы еще могли Себя предлагать в посреднике Вероятно Имея какие-то шансы на успех Хотя вряд ли Но поскольку мы уже сказали Что Мадура Это хорошо А все остальное Это плохо И это Американское влияние Как может быть Посредником Некто Кто Поддерживает Однозначно Одну сторону конфликта Но так не бывает Поэтому здесь Из нас посредник Не получится И мы это Сами прекрасно понимаем Самое удивительное Что мы это предложили На полном серьезе Это смешно достаточно звучит Если мы Мы бы не вложились В Мадуро Еще могли бы А теперь это смешно И американцы Не могут быть посредниками По той же самой причине Потому что они Другой стороны Конечно Но они себя не предлагают А мы бы что-то предлагаем И видимо полагая Что кто-то на это поведется Никто не поведется Разумеется Вообще иногда Просто вот Вызывают изумление Какие-то Решения Нашего МИДа При том что Я знаю Какие там Квалифицированные люди Работают Каждый в отдельности Начиная с министра Высоко Квалифицированные А при этом Вот какие-то Действия Или решения Вызывают Вызывают Просто изумление Может быть Потому что На самом деле Не в МИДе Они принимаются Я думаю Что они занимаются Исполнительными Я думаю Что МИД К сожалению Действительно Где очень Квалифицированные люди Эксперты Но он Последние годы Играет роль Чисто техническую А вообще Если говорить О событиях Венесуэль Ну вы уже Коротко сказали Но это На самом деле Очень странный Какой-то Госприворот Вам не кажется Ну вот там Понятно Что на улице Вышло очень много людей Внезапно Вот человек сказал Все я Объявляю себя Временным Главой государства А что Так можно было А что такое Можно а что такое нельзя Где-нибудь написано Как делаются Госперевороты А вот как делаются Не знаю Во-первых Это пока что И в нашем изображении И в нашей интерпретации Это госпереворот Если они победят То это превратится В революцию Немедленно Немедленно превратится В народную революцию Госпереворот Это когда он проиграл Или путь Там Или когда это плохие То есть Вот Если Он даже выиграет Но все равно Мы же не будем Называть это революцией Революция Это все равно У нас Слово имеющее Под позитивную коннотацию Смотря У кого Ну В нашей стране Все-таки Наверное В основном Так привыкли люди Что революция Это что-то такое Веселое И положительное Да Вот Поэтому мы не назовем Это революцией А мы назовем это Госпереворотом Путчем Под американским Влиянием совершенным Что американцы Поставили своего человека Вот Но если он победит Он молодой Молодой мужик Действительно Конечно Несомненно Американцы на него ставят Он в штатах учился Он левак Там других нет В Латинской Америке Вообще других нет Он несомненно левак Но Он понимает Просто куда Мадуро Завел страну И это понимает Не только он Это понимает Значительная часть Населения Венесуэлы Потому что им Кушать хочется Просто элементарно Хочется есть Потому что Мы в очередной раз Сделали ставку На бездарного Абсолютно Малограмотного Упыря Который довел Вот Страну До обморока Голодного И И нам бы Вовремя Как-то мягко От него бы Так Отвернуться Или Как-то Какое-то на него Влияние что ли Оказывается Скажите Парень Ну ты что-то Ты помилуй Ты конечно нам нравишься Ты хороший У нас с тобой Хорошие отношения Но Ты посмотри Ваше отстранство превратило Это же для тебя Плохо кончится Нет Поддерживаем Вливаем туда бабки Вливаем туда Немеренные миллиарды Эти миллиарды Потом Эти упыри Или Или им Отрывают голову Или они сбегают К нам же Миллиарды По дороге Бесследно исчезают Как известно Упыри остаются Мы их кормим У нас Если Ну Одни добегают до нас А другие Может быть не добегут Потому что Венциал далеко Надо еще до нас добраться Вот Но если добежит Тоже Ему дадут охрану Дадут дачу на Рублевке Значит Все Он будет у нас сидеть В этой золотой клетке Но миллиарды Там сколько 17 20 Сколько мы туда Уже влили Они будут для нас В любом случае потеряны Потому что Мы их вливали В черную дыру Потому что Венециальская экономика Это черная дыра Мы почему-то Не отдавали себе В этом отчеты Мы живем В каком-то Придуманном мире Вот это поразительно Может быть Мы отдавали себе отчет Может быть Ну точнее Люди Которые давали Деньги такие большие Может быть Они знали Что они никогда не вернутся Люди Это государство давало Прощаем же Долги Государство давало Но зачем Сначала давать деньги Знаешь Что ты их простишь А потом их прощать Это такая внешняя политика Ну хорошо Назовем это внешней политикой Друзья Можно даже назвать Стратегией Вполне Да Ну вот такая у нас стратегия Звучит горденько Слово Звучит горденько Тут спрашивают То есть Вопрос задает Такое Считаете ли вы Что в Венесуэле Начнут стрелять И главное в кого То есть Кто в кого Я думаю Что если начнут То друг у друга А ну то есть Не будет такого Что один будет стрелять Там сейчас очевидные Двоевластия Если армия Встанет на определенную сторону Тогда стрельбы не будет Если армия разделится Или займет Или отстранится Тогда будет стрельба И война всех против всех Это самое страшное Но Армия пока Как я понимаю Армия в таких случаях В конечном счете Идет за народом В конечном счете Ну потому что У всех есть рост Ну конечно Разумеется Не бывает таких случаев Чтобы народ был По одну сторону А армия по другую Так не бывает Армия всегда Это даже профессиональная армия Это всегда часть народа Так или иначе Поэтому Как ее не корми Как ее не прикармливай Как ее не содержи Для себя В качестве охраны На крайний случай Не помогает А вот Что нам говорит история Про тех людей Которые Становятся у власти Приходят к власти Любым путем Вот после таких Как Мадура В страну Которая находится В том состоянии В котором находится Венесуэл Наверняка же Эти люди Не так долго Пребывают у власти Или это самое сложное Время для страны Сложное время для страны В любом случае Потому что ее довели Сейчас до такого состояния Что у нее сейчас В любом случае Чем бы ни кончилось Впереди сложное время Радости праздников Для нее не будет Вспомним Нашу ситуацию Когда нас довели Уже В конце Ближе к концу Существования Советского Союза Когда он уже Рушился у нас На глазах Ну конечно Многие думали Что сейчас будет счастье Но счастья сразу не бывает Вот А там хуже Там просто Совсем уже Ну правда у нас Тогда тоже был край У нас тоже тогда Ждали голодные зимы Было тоже страшно Сейчас просто забыли А почитать документы Того времени Так Сразу отпадают все вопросы Почему Куда делся Советский Союз Вот туда он и делся Там сейчас тоже ужасно Но Дело в том Что в Венесуэле Все-таки по сравнению С Советским Союзом Страна маленькая Там 30 миллионов населения И там Не так далеко Все-таки Соединенные Штаты Америки И там нефть А нефть Хотя у американцев Сейчас проблем с нефтью Никаких нет Сейчас по-моему Они вышли на первое место В мире По нефтедобыче Через сланцевую революцию И так далее Но тем не менее Лишнего не бывает И Им это пригодится То есть американцы будут делать Инвестиции А не субсидии Конечно Они будут инвестировать Они пригреют Пригреют Этого самого Гуайдо Как его зовут Хуан Гуайдо Этот молодой парень Руководитель Национальной Ассамблеи Вот И Это будет Тогда Их Их Сателлит Ну Вообще Трудно ожидать Было от Венесуэлы Что она будет Нашим сателлитом Просто по причинам Географическим Тут Слишком далеко И слишком близко Америка Нам бы С Белоруссией Как-то Разобраться А в Венесуэлле Уж больно далеко Еще Одна новость Про которую Все спрашивают Очень просят Прокомментировать История С как раз Девушкой Анастасией Шевченко Которой сегодня Амнистии Интернешнл Хьюмн Райс Призвали Прекратить Ее преследование Вообще На самом деле Никто не понимает Почему ее преследуют То есть Это все Настолько надуманно И странно Звучит Что просто Участие В нежелательной Организации При теме Грозит Очень большой срок А что происходит Нельзя Иметь отношение К нежелательным Организациям По-видимому Нельзя По-видимому Нельзя Я не знаю В чем дело Это общий Репрессивный Тренд То есть За репосты Призвали Перестать Как-то так Хватать Теперь Начинают Хватать Вот за такие Вещи Ну относительно Перестали За репосты Там тоже Все не так просто За первый Один раз Типа можно Как известно По традиции А уже дальше Полагается Наказание Вот Но здесь Есть же у нас Есть у нас Враги А есть Враги злейшие Вот она Видимо В представлении Наших Структур Некоторых Она как раз Представляет Представитель врагов Злейших И это Это непростительно Но вообще Вот это Все о чем Практически Все что мы с вами Обсуждаем Вот Репосты Оскорбление Власти Фейк Ньюс Регистрация Всех Мобильных Телефонов И этих Электронных Устройств Это все же Одна Тенданция Тенданция В общем Запретительная Так или иначе Запретительная Контрольно Запретительная Несомненно То есть В конечном счете Репрессивная Естественно Потому что За нарушение Запрета Полагается Репрессий А тут Интересны Причины Причины Это что Это страх Или наоборот Уверенность В себе Нет Уверенные В себе Люди Страны Режимы Они не идут По пути Запрещения Репрессий Разумеется Нет Это признак Всегда Неуверенности Признак Комплекса Неполноценности Признак Комплекса Определенной Вины Признак Неуверенности В завтрашнем Дне Несомненно Это признак Слабости А не силы Много вопросов Сразу же возникло Как только мы Начали обсуждать Венесуэлу Про Януковича Киев В Киеве Суд вынес Приговор Сколько-то лет Понятно Что заочно Мне кажется Сейчас уже Никто не вспоминает Такой Янукович Даже После всех событий Последних лет На Украине Янукович Это Ну Янукович Сбежал Ну что поделать Или нет Или все-таки Как-то Я не знаю Надо спросить украинцев Я думаю Они его вспоминают И вспоминают Недобрым словом Но мы сейчас Только что же мы с вами Амадуро говорили Господи Абсолютно Люди Абсолютно параллельные И наши к ним отношения Абсолютно Такое же Одинаковое Совершенно неожиданный вопрос Мне кажется Я задам Тут на Телеканале На России Один Вышел Цикл фильмов Который называется Идущий к черту Это фильм Расследования Про экстрасенсов Магов Колдунов И так далее Довольно неплохой фильм Я его посмотрела И вот Вопрос у меня такой Вот вышел этот фильм Полностью разоблачающий Вот куча Уже Вот этих всех Якова колдунов Экстрасенсов Магов Битвы экстрасенсов Марата Башарова И так далее Вот А мне такой вопрос Почему Если Уже На России Один Вышел этот фильм И уже все Об этом сказали Что это мошенники Тянут деньги Доводят до отчаяния людей Почему государство Ничего с этим не делает Как вы думаете Неужели с этим Ничего нельзя сделать Но это правда Это игра на отчаяние людей Ну это тоже традиция У нас всегда В такие Достаточно Смутные времена Вот Так было в начале Так было в начале 20 века Верили в В маги Колдуна Откуда взялась Распутинщина Откуда взялась Он же тоже был Не первый при дворе такой Это Такие люди путаются С чем-то таким С чем-то таким Очень базовым С чем-то таким Очень русским Вот это вот Наше Это наше Такое коренное Сермяжное Кондовое Вот И как императрица Александра Федоровна Так же и считала Которая приняла Православие Что вот это вот Настоящая русская И она теперь Как русская царица Она должна теперь Вот этому следователю В это верить Особое мнение Николая Сванинова Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому